Всем привет! Сегодня у нас на обзоре Casio Edifice с номером модели EQS A500B1A. По привычке наш обзор начинается с распаковки. Открываем коробку, достаем инструкцию, далее достаем банку с часами, ее открываем и уже там видим наши EQS A500B. Наш сегодняшний экспонат имеет отличное сочетание корпуса из нержавеющей стали и каучукового ремешка. Сам ремешок изнутри имеет вот такую рельефную поверхность в мелкие квадратики, скажем так, и снаружи имеются две тоже рельефных полоски. По корпусу, еще раз повторюсь, что он выполнен у нас из нержавеющей стали. Из того же материала сделаны кнопки, коронка и безель, выкрашенный в черный цвет. По окружности безеля у нас имеется вот такой красный ободок и такой же ободок у нас сделан на заводной нашей коронке. Сама коронка у нас выкручивающаяся, то есть, чтобы вода туда не попадала, ее нужно завинчивать по резьбе. Циферблат у нас не совсем стандартный и довольно броский. Как вы видите, помимо общего нашего циферблата у нас имеются два дополнительных и маленькое окошко для отображения текущей даты. Верхний наш циферблат предназначен для отображения времени в 12 или 24-часовом формате, а нижний циферблат является колесом выбора функций. И именно по функциям я вам и предлагаю сейчас пробежаться. Набор функций здесь стандартный для часов и дефис. И поехали, что у нас здесь есть. В первом списке идет мировое время. Чтобы посмотреть время в другом городе, мы выкручиваем коронку, достаем до сигнала. И секундной стрелкой выбираем город, кодировка которого у нас на окружности вот этого красного ободка. Как вы видите, как только стрелка секундная установлена, часовая и минутная начинают переводиться. Следующая функция у нас... Так, надо вернуть коронку. Следующая функция у нас секундомер. Тут, я думаю, все более чем понятно. Правой верхней клавишей мы стартуем, правой нижней мы финишируем. Далее у нас таймер. И будильник. И далее опять режим текущего времени. Сейчас, я думаю, не лишним будет показать вам настройку данной модели. Для этого мы достаем... Точнее, сначала выкручиваем коронку, а потом ее достаем. Сейчас у нас производится выбор нашего местоположения. Местоположение нашего города. Вот это кодировка UTC, то есть универсальная. И я предлагаю настраивать именно под эту кодировку наше время. Как только мы выставили секундную стрелку на эту кодировку, мы зажимаем левую нижнюю клавишу. Сейчас нам часы предлагают выбрать часы и минуты. То есть коронку можно накрутить, и стрелки будут вращаться автоматически. Как только время выстроено правильно, останавливаем коронку обратным движением и нажимаем опять же на ту же левую нижнюю клавишу. Сейчас идет настройка часов. Вы можете спросить, почему опять настраиваем часы, если мы только что их настроили. Дело в том, что сейчас идет настройка времени до полудня или после полудня. Как вы видите, одновременно с часовой стрелкой вращается и верхний циферблат. Точнее, стрелка на нем. Как только выставили часы, жмем еще раз и уже выбираем наше сегодняшнее число. Обзор я снимаю 23 июля 2015 года, поэтому ищу соответствующую цифру в окошке. С числом разобрались, далее нажимаем, и это у нас выбор месяца. Сейчас у меня июль, значит седьмой месяц, а значит сейчас стрелка стоит в правильном положении. Цифра 7. Из технических характеристик в этих часах заявлена 100-метровая водонепроницаемость, а это значит, с этими часами вы легко можете плавать и даже нырять на небольшие глубины. Также есть очень полезная функция, это зарядка батареи от солнечной энергии. Поэтому часы мне нравятся, выглядят они круто, ремешок мне тоже нравится. И если вам нравится сегодняшний обзор, то конечно же ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А в комментариях пишите модель Casio, на которую вы бы хотели увидеть следующий обзор. Пока!